друзья всем привет с вами канал observer меня зовут артем и в этом ролике мы поговорим о короткофокусных рефракторах от известного мирового бренда пожалуй самого популярного на российском рынке sky watcher а именно о старшей модели среди бюджетных телескопов sky watcher 126 а z3 поехали что ж друзья для начала давайте вспомним что такое короткофокусные рефракторы как вид телескопа рефракторы то есть линзовые модели телескопов это одна из трех наиболее популярных оптических схем наряду с рефлекторами то есть зеркальными телескопами и катодиоптерическими комбинированными зеркально-линзовыми моделями преимущество рефрактора состоит в построении наилучшей по качеству картинки при прочих равных условиях что в первую очередь обусловлено его конструкцией и отсутствием центрального экранирования рефракторы можно разделить на две большие группы это длинно фокусные или стандартные и короткофокусные как в нашем обзоре отличаются они между собой в первую очередь длиной трубы ну и естественно это влечет за собой определенные изменения в их параметрах короткофокусные рефракторы имеют чуть больший угол обзора но при этом они хуже справляются с большими увеличениями а длиннофокусные наоборот имеют узкое поле зрения но при этом отлично выдерживает увеличение вплоть до двух диаметров то есть максимально полезного таким образом друзья короткофокусные рефракторы отлично подойдут тем людям которые ищут не очень габаритные приборы и при этом им важно широкое поле зрения что особенно актуально для исследования некоторых космических объектов короткофокусные рефракторы в бюджетном ценовом сегменте от бренда skywatcher представлены пятью различными моделями это телескопы 705 а за 2 705 а за 3 804 а за 3 102 5 а за 3 и 126 а за 3 непосредственно герой нашего сегодняшнего обзора помимо бюджетных моделей построенных под данной оптической схеме бренд skywatcher предлагает и более совершенные апохроматические рефракторы все вышеперечисленные модели являются а хроматическими рефракторами то есть их основной оптический элемент а именно объектив состоит из склейки из двух линз которая обеспечивает уменьшение хроматической аберрации хроматической аберрации друзья это такое искажение при котором вокруг объектов появляются цветные ореолы этот тип искажений всегда являлся большой проблемой для линзовых телескопов и друзья первые рефракторы обладали настолько большим хроматизмом что поглядев них современный пользователь ровно в счетом мог бы просто-напросто испортить глаза благо что современные технологии и обработка линз позволяет достичь максимального снижения данного типа искажений в то же время модельный ряд линзовых телескопов от бренда skywatcher содержит и более совершенные апохроматические рефракторы которые содержат в объективе более двух линз и соответственно лучше справляются с подавлением хроматических аберраций это такие модели как еды 72 и еды 80 кстати обзор на первую уже был на нашем канале обязательно переходите по ссылке в углу экрана или в описании под видео смотрите я думаю вам будет также интересно давайте вернемся к нашим бюджетным моделям и кратко поговорим о каждой из них начнем с того что в их маркировки уже содержится вся необходимая для пользователей информация о главных характеристиках телескопа а именно о диаметре объектива фокусном расстоянии и конечно же типе монтировки которые можно найти в комплекте первые два числа из аббревиатуры наименование телескопа как раз таки являются диаметром объектива в миллиметрах например модель 705 а з2 имеет диаметр объектива 70 миллиметров последний же цифра перед буквенной маркировкой означает фокусное расстояние для того чтобы понять какое оно вам необходимо эту цифру умножить на 100 например у телескопа 126 а з3 она равняется 600 но в конце маркировки буквы и самая последняя цифра это друзья тип комплектной монтировки как вы можете понять все модели кроме самой базовой 1 обладают монтировками а з3 это азимутальное устройство с механизмами тонких движений по обоим осям данной монтировкой очень удобно пользоваться в том случае если вы наблюдаете за протяженными космическими объектами широкими звездными полями или например используйте телескоп в качестве подзорной трубы для наблюдения за наземными объектами ну а более простая монтировка а за 2 который комплектуется модель 705 не имеет механизмов тонких движений по обоим осям есть только винт вертикальной подстройки друзья а все основное управление происходит только лишь перемещением самой трубы естественно на увеличение свыше ну примерно 15-20 крат с таким механизмом управления очень легко промахнуться мимо объекта который вы намереваетесь исследовать сами же оптические трубы друзья конечно же от модели к модели с увеличением диаметра объектива имеют и большие возможности в плане отображения космических объектов помимо этого они растут в цене и в габаритах в целом друзья любая из данных моделей может отлично послужить для новичка астронома ну а мы же сегодня поговорим о старшей модели в этой линейке друзья давайте не будем тянуть поподробнее посмотрим на телескоп 126 азы 3 и переместимся к нему поближе модель комплектуется легкой двухсекционной алюминиевой треногой которая отлично держит трубу с монтировкой и при этом не слишком обременит пользователя при транспортировке на треноге находится азимутальное устройство управлением направления телескопа называется это друзья монтировка а за 3 которая двигается как и все прочие азимутальной монтировки по горизонтальной и вертикальной оси это очень удобно для новичков потому что это понятные всем направления движения которые не дезориентируют случае если в первый раз столкнулись с телескопами также она имеет ручки тонкие движения по обоим осям то есть благодаря вот этим вот ручкам вы можете плавно наводить телескоп нужное вам направление это очень актуально особенно при наблюдении на больших кратностях свыше 20 кроме того ослабив данный стопорный винт вы сможете грубо настроить телескоп по горизонтальной оси после того как вы выбрали интересующие вас направление обратно зафиксируйте стопорный винт и опять же можете управлять телескопом с помощью ручек тонких движений при всем своем удобстве друзья монтировка az3 имеет и определенные недостатки она отлично подходит для наблюдений за наземными объектами или за протяженными объектами дальнего космоса например большими звездными скоплениями крупными галактиками но в то же время при наблюдении за более мелкими объектами такими как например планеты или двойные звезды она не так удобно как экваториальная потому что не позволяет ввести объект по звездному небу компенсируя вращение земли лишь одной ручкой для этих целей друзья в взимутальной монтировке необходимо работать сразу двумя ручками что несколько ограничивает комфортность наблюдений при работе с данным типом объектов сам телескоп устанавливается на монтировку с помощью двух крепежных хомутовых колец нужного диаметра такой способ крепления не является универсальным и в дальнейшем если вы захотите перенести трубу на другую монтировку вам потребуется дополнительная пластина кроме того на одном из колец содержится резьба формата 1 4 дюйма для установки дополнительных аксессуаров например с целью гидирования это может быть небольшой телескоп или как в нашем случае фотоаппарат корпус трубы телескопа выполнен из металла и собран на высочайшем уровне ни одного люфта а центральная часть покрашена фирменный для sky watcher цвет black sparkle черная основа с множеством ярких блестящих вкраплений которые имитируют ночное небо с множеством звезд бленда телескопа также выполнена и из металла к ней можно без каких-либо опасений крепить даже массивные аксессуары наподобие солнечных аж альфа фильтров на бленде располагается заглушка объектива в центре которой находится отверстие для установки суп апертурных фильтров объектив телескопа выполнен из качественного просветленного стекла а степени просветления мы можем судить по цветным бликом даже невооруженным глазом видны как минимум фиолетовые и зеленые оттенки по идее друзья благодаря наличию такой высококлассной оптики качество изображения данного телескопа должно находиться также на достаточно высоком уровне о чем друзьям мы обязательно с вами сможем посудить чуть позже в ходе просмотра практических возможностей данной модели качестве комплектного искателя производитель предлагает нам решение red dot в пластиковом корпусе напомним что подобный тип искателя не имеет собственного увеличения и работать за счет проецирования на небольшой пластиковый экран красные точки которые и показывает нам центр поля зрения телескопа случае если данный искатель вас не устроит его всегда можно заменить благо что гнездо его установки имеет стандартные размеры телескоп оснащен надежным двухдюймовым алюминиевым речным фокусером который не только превосходно справляется со своими основными задачами но и отлично выдерживать такие массивные аксессуары как двухдюймовые окуляры и например подключение цифровой камеры кроме того в базовой комплектации производитель предусмотрел переходник с двухдюймового на чуть более распространенной но такой же стандартный диаметр 1,25 дюйма поэтому использовать аксессуары вы сможете как на одном стандарте так и на другом при необходимости данный переходник можно демонтировать и пользоваться непосредственно двумя дюймами кроме того на данном переходнике содержится резьба формата м42 для установки фотоаппарата через специально переходное т-кольцо никаких дополнительных переходников друзья вам приобретать для этого не потребуются сплошные удобства оптическая труба телескопа как мы с вами говорили ранее и имеет следующие параметры 120 миллиметровый объектив и 600 миллиметровое фокусное расстояние знает данные параметры мы без труда сможем вычислить светосилу прибора для этого нам нужно фокусное расстояние разделить на диаметр мы получим значение 1 к 5 друзья это достаточно большая и высокая светосила поэтому с прибором без труда можно заниматься астрофотографии и делать превосходные одиночные снимки на невысокой выдержки друзья если бы светосила была выше в выдержку приходилось бы ставить больше что приводило бы к смазыванию изображения кроме того друзья зная диаметр объектива мы сможем высчитать максимально полезное увеличение которое равняется двум диаметрам или 240 кратом как мы говорили ранее особенности конструкции краткофокусных рефракторов не позволяют с комфортом вести наблюдение на таких больших увеличениях потому что начинает сильно проявлять себя хроматическая аберрация конкретно с данной моделью оптимальное увеличение до 120 крат в комплекте с телескопом мы найдем все самые необходимые аксессуары во первых это 45 градусная оборачивающая призма которая позволяет формировать абсолютно прямое изображение они от зеркальной по горизонтали как это происходит по умолчанию у линзовых телескопов что особенно актуально при наблюдении за наземными объектами и позволяет не дезориентироваться новичкам при наблюдении космоса кроме того угол 45 градусов по сравнению с 90 градусами более удобен именно для наблюдения за наземными объектами и за объектами космоса находящимися не слишком высоко над горизонтом однако же есть у такого решения и недостаток по сравнению со стандартным 90 градусным зеркалом призма теряет несколько большее количество полезного драгоценного света следующие два аксессуара это комплектные окуляры 25 и 10 миллиметров один обзорный 25 миллиметровый будет давать увеличение 24 крата 10 миллиметровый уже бьет чуть более прицельно и выдает с данной моделью кратность равную 60 ну и конечно же комплект инструментов необходимых для монтажа телескопа и установки трубы на треногу отвертка и несколько гаечных ключей нужного диаметра вот мы и поговорили о характеристиках модели skywatcher 126 az3 друзья давайте перейдем к просмотру непосредственных практических возможностей данного телескопа видеоролики и фото сделанные в ходе теста мы производили с помощью камеры panasonic lumix g80 в прямом фокусе телескопа то есть подключением непосредственно к окулярному узлу прибор же при этом выступает в качестве объектива начнем мы пожалуй с луны самого яркого объекта на звездном небе на который без особого труда сможет посмотреть даже новичок астролюбитель благодаря высокой светосиле прибора и достаточно большому объективу мы смогли записать полноценное видео с естественным спутником нашей планеты с хорошим разрешением мелких деталей практически не меняя настройки камеры со значений подходящих для дневной съемки и со 400 и выдержка одна тридцатая секунды комплектный окуляр с фокусным расстоянием 10 миллиметров обеспечит еще больший масштаб картинки станут доступны более мелкие кратеры горы и другие детали рельефа напомним что самая продуктивная область для наблюдения луны располагается вдоль линии терминатора на границе света и тени полный же диск вопреки казалось бы логике выглядел бы очень плоско и не раскрыл подробности поверхности а вот несколько фото луны от более опытных астролюбителей снятых с помощью телескопа 126 а за 3 с высочайшей детализации поверхности пользователи старый совсем известного астрофорума сайта astronomy точка ру и романа и ларисы сайта astro pictures точка ру конечно добиться такого качественного результата позволило в том числе дополнительная обработка в специальных программах тем не менее фото отличное демонстрирует насколько широки возможности самого прибора следующий объект нашего теста юпитер крупнейшая планета солнечной системы визуально гиганта было видно достаточно хорошо на увеличение 60 град уже просматривались полосы на поверхности а также 4 галилеевских спутника однако в прямом фокусе запечатлеть юпитер на камеру удалось лишь в виде небольшого шарика кроме того планета находилась достаточно низко над горизонтом вследствие чего наблюдения затруднялись из-за атмосферной турбулентности для более детального фото потребуется линза барлоу с увеличением 2-3 крата которая у нас была и комплект удлинительных колец для фокусера которых у нас к сожалению не оказалось так как его базового хода при использовании линзы не хватает для обеспечения резкости настройки камеры остались прежними и со 400 и выдержка 1 30 секунды ну и конечный пункт на сегодня фото deep sky объектов в городской черте мы могли позволить себе фотографировать лишь яркие звезды ведь из-за городской засветки практически не видны туманности и галактики и такой звездой стал альтаир несмотря на то что при наблюдении глазом в этой области звезд кроме основной больше не было видно нам удалось запечатлеть благодаря высокой светосиле прибора большое количество тусклых светил рядом с альтаиром как и в каждом другом случае работы с объектами дальнего космоса для достижения подобного результата исходник пришлось обрабатывать фотошопе затенять фон основного неба и вытягивать яркость объектов съемки исправляя эффект засветки настройки камеры iso 16800 выдержка 2 секунды визуально прибор также показывает огромное количество тусклых звезд весьма хорошем разрешении отчетливо разделены даже очень близко расположенные светила судя по всему при установке на экваториальную автоматизированную монтировку телескоп действительно способен стать отличным астрографическим инструментом а в базовой комплектации это прекрасный охотник за дальним космосом при загородных и выездных наблюдениях налегке что же друзья как мы с вами смогли убедиться в ходе просмотра возможностей данной модели телескопа skywatcher 126 а за 3 является действительно достойным вариантом под определенные цели в том случае если вы ищите не слишком габаритный прибор но при этом с хорошими возможностями для выездных наблюдений если вам нужен телескоп с достаточно широким полем зрения для просмотра протяженных звездных полей а также крупных ярких объектов дальнего космоса и если вы ищете весьма неплохую но при этом бюджетную оптику для занятия астрофотографии на хотя бы базовом уровне хотя для последнего конечно же данную трубу лучше установить на автоматизированную монтировку и друзья еще раз кратко резюмирую плюсы и минусы данной модели к плюсам можно отнести отличную оптику для бюджетного ценового сегмента уже упомянутый широкий угол обзора отличное качество сборки друзья металлический корпус металлический речный фокусер с двумя диаметрами для установки аксессуаров 125 дюйма и 2 дюйма соответственно ну и конечно же относительно небольшие габариты приборы что дает преимущество в его транспортировке также стоит упомянуть о возможности использования телескопа в качестве зрительной трубы по наземным объектам этому способствует 45 градусная комплектная призма ну а к минусам друзья отнесем три фактора комплектная монтировка а за 3 которая не совсем подходит для наблюдения за мелкими объектами космоса такими как двойные звезды планеты и так далее когда очень важно именно ввести объект здесь лучше подойдет все-таки экваториальная они азимутальная монтировка во вторых телескоп хоть и обладать широким полем зрения он не очень хорошо справляется с наблюдениями на больших увеличениях примерно более одного диаметра то есть 120 крат при наблюдении на таких больших кратностях картинка будет несколько омрачена появлением аберрации то есть искажений ну и в целом друзья в данном ценовом сегменте есть более универсальные и интересные по максимальному допустимому увеличению модели например большое количество различных рефлекторов однако же друзья если вам нужен идеальный телескоп под задачей который мы обозначили чуть ранее то skywatcher 126 а за три станет для вас идеальным выбором друзья я надеюсь вам было интересно если вам понравилось видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале также если у вас остались какие-то пожелания по тематикам будущего видео вопросы о данной модели телескопов или вопросы по выбору если вы имеете опыт использования короткофокусных рефракторов от бренда skywatcher или любого другого давайте делиться этой информацией в комментарии будем общаться друзья также не забывайте что в описании под видео у вас ждет промокод на скидку в интернет-магазине observer мск покупайте оптическую технику по лучшим ценам саб сервер но я с вами прощаюсь всем пока